Сегодня на календаре 8 января. В Архангельск вновь пришел большой хоккей. И имя его русский хоккей. Это поистине народная и популярная игра, дорога и мила сердцу каждого архангельского болельщика. Через несколько минут на ледовом поле стадиона Трут прозвучит судейский свисток о начале очередного матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В этой игре встречается наш водник и старт из Нижнего Новгорода. Напомню состав судейской бригады сегодняшнего матча. Главный арбитр встречи Вячеслав Курбанов, он из Абакана. Ему помогают Александр Шакиров из Ульяновска и Марат Мухаммедзянов из Казани. Инспектор встречи Сергей Антипушин из Красногорска Московской области. Сегодня на стадионе Трут минус 4 градуса, но вот судейский свисток прозвучал, мы назовем составы выступающих команд. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Состав команды «Водник». Под номером 27 вратарь команды Михаил Шиляев, номер 52 Данил Кузьмин, номер 15 Сергей Калинин, номер 13 Иван Козлов, номер 78 Юрий Погребной. Встреча «Водника» и Нижегородского старта. Вот сейчас опасная атака со стороны Нижегородского старта. И пенальти назначается. Да, там... Совершенно справедливый пенальти. Все-таки зацеп был, поэтому смотрите, начало матча неожиданно для наших ребят. Первая атака Нижегородского старта закончилась назначением штрафного удара. Ну, сейчас стоит надеяться на нашего Максима... Михаила Шиляева, да. Он сейчас разминается активно. В этом году у него несколько отраженных ударов с 12-метровых штрафных углов. Так долго идет подготовка к 12-метровому. Арбитр тоже пока не спешит. Посмотрим, чем закончится соперничество нападающего старта Игорь Кипероводникова. Бьет Евгений Корев. А на 10 минут у нас Даниил Кузьмин удален. Удар. И мяч влетает в ворота Модника. Да, счет становится 1-0 в пользу гостей. Четвертая минута. Счет в матче открыт. И этот мяч забили гости. 0-1 на четвертой минуте в Архангельске. Но это не трагедия, так как времени еще очень много. И им нужно играть в свою игру и забивать мячи в ворота соперника. Евгений Корев, автор этого мяча в составе старта. У нас есть кому пробить. Есть кому подать. Правда, Данил Кузьмин не с этого фланга подает. Как следует подача мяча. Удар. Гол. Вот это хорошо. Отлично исполнил. Женя Дергаев забил. Наши ребята. Розыгрыш углового. И счет на 16-й минуте сравнялся. 1-1. Первый же угловой принес Воднику успех. И болельщики сразу же оживились на трибунах. Слышен клич Водник, Водник. Вот этот призывный клич должен вдохновить наших ребят. Да, болельщики немножко подтянулись уже к началу игры. Сергей Калинин, да. Все-таки автор этого мяча. Казалось бы, считанные секунды. А вот Водник... Возможность была сейчас... Очень хорошо сыграл вратарь. Выбросив мяч на угловой. Да, Женя Дергаев, конечно, тут взмахнул рукой, что такая была возможность. Еще один угловой будет подавать Водник. Теперь справа фланга атаки. Подача. Проводили атаку, но потеряли мяч. И Водники мчатся вперед. Но силы Малыт два человека. Гол забили. Да, вот это удар. Был прострел нашему нападающему, который находился на левом фланге. И вратарь среагировал на него. Но мяч влетел в ворота Водника. В ворота старта. Это Водник отличился. Неожиданный мяч. Ну, не сказать, что нелогичный. Ну, все было хорошо, но ввели в заблуждение галкипера гостей наши парни. Дмитрий Логинов. Отличный мяч забил сейчас. Тренеры обеих команд, я думаю, что немало и советов, и каких-то нареканий игрокам выскажут. Перерыв. Да. 2-1 в пользу хозяев поля Артангельского Водника. Через 20 минут мы вновь встретимся с вами. А пока перерыв. 2-1 в педагогах. Все перерывы. Уважаемые. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш репортаж о втором тайме. О втором тайме матча, в котором встречаются Архангельский Водник и Нижегородский Старт. Напомню, что после первых 40 минут Водник впереди. 3-2-1. Репортаж Водник из Ленинградской области. Михаил Попов из Петрозаводска. Дмитрий Каменев из Московской области. Александр Пенежанов из Септихкара. Да, хороший удар. Нет, это прострел. Я даже просмотрел, как был мяч забит. Прострел вдоль. 49-я минута. Мишка ли была подставлена? Да. Вот как раз в эти минуты Водник усилил натиск. И добился успеха. 49-я минута. Счет в матче стал 3-1. Очень нужный мяч, забитый вовремя. Сейчас лед превратится в снежную поляну. Вести мяч низом уже будет очень тяжело. Восемь черный, да, отлучился. Автор этого третьего мяча. Хоккеисты старта так же неспешно идут вперед в какой-то момент. Ждут подключения в атаку. У-у-у, вот это удар. Гол забивается в ворота Архангельского Водника. 64-я минута. С дальней дистанции мяч по такой дуге прямо-таки в девяточку зашел. Михаил не видел, был закрыт своими игроками. И не видел момент удара. И уже реакции просто не хватило на летящий мяч, когда он вынырл из-под своих же игроков. На 64-й минуте счет стал 3-2 в пользу Водника. Этот мяч был забит Нижедородским стартом. Сергей Перминов, автор этого мяча. Огорчил бывших советов на клубах. Что-то разладилось в игре Водника. Ну вот, мы уже говорили, Кирилл, о том, что Водник стал терять мяч. И Водники неспешно. Никому отдавать так, впереди всего один игрок. Водники пошли в атаку вчетвером. Впереди четыре хоккеиста. Вот это фирменный проход Евгения Дергаева завершился голом. А вот все потому, что хорошая атака впереди была. Сразу четверо хоккеистов. 74-я минута. И очень важный и нужный гол. Очень важный, да. И Водника. 4-2. 4-2. Женя прошел середины поля, обведя практически всю команду. И выйдя один на один с вратарем, забил мяч. Но его поддерживали еще три хоккеиста. Водника оттягивали на себя силы. Александр Насонов, ты что, я сегодня не вижу ничего? Да, Александр Насонов. Вот мы о чем говорили, что он был нужен впереди во встрече с Нижегородским стартом. И поскольку я говорил, что перед сегодняшней встречей обе команды имели по 20 очков. О, хороший удар. Еще один, да. Вот теперь Женя пятый. Водники молодцы. 76-я минута. И еще один мяч влетает в ворота Нижегородского старта. И счет становится 5-2. И вот уже важный мяч на свой счет забил Евгений Дергаев, капитан команды. Забили один за другим два важных мяча. И отличились и Александр Насонов, и Евгений Дергаев, лидеры атак Водника. Ну вот самое главное, что никак нельзя вот сейчас в эти минуты расслабляться. Вот там удар по клюшке, арбитр что показывает? Пенальти второй. 12-метровый. Ворота Водника, вот так. Только я сказал о том, что нельзя никак Воднику расслабляться. Ну вот видите, казалось бы, ничто не предвещало беды для Водника. Ну вот удар по клюшке, судья тут же зафиксировал. Секоминутное расслабление, опять что-то штрафное. Да, секундное даже расслабление, да. Удаление все в Воднике. За тобой все. И вот удаление в составе Водника. И 12-метровый. Юрий Радюшин отправился на скамейку о штрафованных. Михаил Шилеев разминается. Сейчас посмотрим за сопернического нападающего и гонкипера. Дар. Да, мяч влетает в верхний угол ворот. И старт забивает мяч на 79-й минуте после розыгрыша 12-метрового. Евгений Корев. 12-метровые отметки забивает аут. Так, пока тайм-аут сообщу результаты проходящих параллельно. Встреча в Красногорске, значит, идет 78-я минута встречи. Счет 4-2 в пользу хозяев поля. В Казани. Волга вышла вперед. Со счетом 3-2 выигрывает у хозяев поля. Встречи, напомню, в Архангельске играют Водник и Нижегородский старт. 5-3, хозяева поля впереди. Сейчас идти никуда не надо, не надо вперед. Удар в сторону ворот старта. Я напомню вам, что репортаж о сегодняшней встрече вели спортивные обозреватели Виктор Антуфьев и Кирилл Андреянов. Следующую встречу Водник проводит на выезде. Он едет в Новосибирск, где играет. Тоже ключевая встреча будет. Септельмашем. Напомню, что сегодня Септельмаш на своем поле переиграл Хабаровчан со счетом 3-2. Так что Воднику предстоит очень непростая игра на выезде. Истекают последние секунды встречи. И мы можем сказать, что Водник набрал очень три важных очка. Удар Водник наносит, но мяч попадает в кого-то из защитников. Мимо ворот просто. Или мимо ворот, да. Да, от ворот. Или что там? Непонятно. А, мяч ушел в аут. Да, от игроков старта мяч все-таки ушел в аут. Пошла уже там третья или четвертая минута. Все. Прозвучал звездок. Напомню, 5-3. В Архангельске Водник переиграл Нижегородский старт. 5-3. И мы с вами прощаемся до следующих встреч. Всего доброго. Автобусы пойдут в окружах Барбара и Пастория, в Северный округ и на Лёвке и на Лёвке и на Лёвке. Внимание! Внимание!